Вот я расскажу тебе сейчас о своей дороге и пути в сетевой индустрии. 16 лет я работаю в этой индустрии и хочу честно сказать тебе, что я надел кучу ошибок. Я сделал кучу роковых даже ошибок. Например, я потратил кучу времени, усилий, энергии, нервов на то, что все время пробовал разнообразные методы, которые мне не советовал спонсор. Из-за гордыни, необоснованных амбиций, пытаясь доказать всем, что я самый крутой, я делал вещи, которые не работают. Ветеранам это было известно, а мне новичку нет. Я занимался бизнесом неправильно, шел всегда своей дорогой и потерял очень много времени. Я необоснованно возносил всякого разного рода руководителей, гур, всех этих сетевых начальников. Я их боготворил, и это было одной из моих больших ошибок. Я не мог трезво смотреть на вещи. Я терял людей. Я обижал, отталкивал полезных, нужных, толковых людей. Я не замечал, я не был способен разглядеть среди своей организации, толковых дистрибьюторов, людей. Я не сумел с ними сблизиться, соберевать их доверие. И они потерялись безвозвратно. Я их утратил. Зато я бухал кучу сил, времени, энергии в бесперспективных, в бездарных и неверных людей, которые потом меня бросили. Я терял, я был в долгах, я все время жил в цепноте. Я страдал, я терял деньги, сомневался, разочаровывался, плакал, признавался. Я проявил кучу разного рода слабостей, изъянов своего характера в этом деле. Но я сделал одну очень важную вещь, которая в конечном итоге оказалась решающей. Я не бросил. Десять лет в одной компании я не преуспевал, я был только в долгах. Я не остановился, несмотря ни на что. Мне хватило мозгов, мне хватило личных качеств для того, чтобы продолжать. Продолжать, продолжать стоять на своем и свято верить в том, что сетевой бизнес способен сделать любого человека успешным. И это в конечном итоге привело меня к успеху. Десять лет я был в долгах, и наконец наступил такой момент, когда ты обретаешь силу. Все вот эти годы, все вот эти ошибки, все вот эти усилия каждодневные в конечном итоге саккумулировались и привели к тому, что я нашел все-таки свой путь. Я нашел Бога, который стал мне помогать. В Библии написано, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Я понял, что сам я не смогу пробиться. А если пробиться, то с большими потерями. А Бог дает силу приобретать богатство. Я должен его помнить. И как только это произошло, весь мой опыт, это можно представить себе, понимаете, как гильза в патроне. Она набивается, набивается. Один шаг сделал, пороху добавили, еще, 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 год, два, три, пять, десять лет. И твоя гильза наполнена с таким количеством пороха, что когда этот патрон вставляет в ствол и звучит выстрел, то пуля летит как сумасшедшая и пробивается. Там есть сила. Меня удивляют новички часто, которые говорят, ой, я попробовал, но это не работает. Никто не хочет покупать, никто не подписывается, никто ничего не хочет. В твоей гильзе, в твоей гильзе, даже одной порошинки еще нет. Никакой силы. Сила появляется из многократных ошибок, повторений. Ты набиваешь, 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 ты используешь эти возможности, и в конечном итоге у тебя появляется сила. Твой патрон наполняется энергией. Когда ты стреляешь, пуля летит. А когда ты только, только, только прикоснулся, когда ты не сумел пройти свою дорогу, свой путь, ты не приобрел ценность, ты не наполнился, как гильза порохом, твоя пуля, извините, вы уже нет, как кусочек, вы знаете, что, кусочек дерьмараса выпало. Вместо того, чтобы лететь цель, она выпала. Силы нету. Вот в чем фишка. Главное, чему я научился, не останавливаться и верить в то дело, которым ты занимаешься. И я понял одну важную вещь. Преуспевают те, кто использует возможности. Эти возможности Бог дает в этом бизнесе каждую минуту. Ты мог позвонить, с кем-то переговорить. Тебя могут послать, с тобой могут не согласиться. Тебя могут отринуть, оттолкнуть, не пойти за тобой. Но ты делаешь следующий звонок, у тебя появляется опять возможность. Вот ты вступил в контакт с человеком, ты мог бы поговорить, но ты ишла на завтра. И ты утратил эту возможность безвозвратно. Никогда она больше не вернется. Но если ты нацелен на успех, ты любую возможность используешь. Побеждает быстро тот, кто использует вот эти возможности. Звонок, письмо, контакт, семинар, школа, тест-драйв, Тренинг, разговор, звонок, письмо в скайпе, Контакт в социальных сетях. Короче, когда ты все время нацелен. Ты можешь использовать эту возможность. Маленькую, ничего не значащую. Вот, две минуты жизни. Ну ладно, завтра. Ну ладно, позвезавтра. И твоя череда возможностей Или прессуется, утрамбовывая энергией, как порох в гильзе И придавая мощь и силу пули, когда ты выстреливаешь. Образно говоря. Или ты упускаешь одну возможность за другой, и твоя гильза пустая. Или там чуть-чуть пороха, чуть-чуть-чуть-чуть. Ты откладываешь, отсрочиваешь свой успех на долгое-долгое время. Самое главное. Нужно быть нацеленным на достижение своей цели И использовать вот эти возможности. Маленькие, маленькие шажки. Которые можно делать, можно не делать. Которые можно упустить, можно не упустить. Вот тот, кто не упускает, тот становится богатым. В моей организации есть парень. Его зовут Роман. Многие его уже знают. Он такой легендарный человек уже у нас. Вот это я. Он больше всех денег зарабатывает в моей организации. Далеко за 10 месяцев вышел, далеко за 10 тысяч долларов в месяц. Ему всего 25 лет. Он не утрачивает возможности. Он не утрачивает возможности. Любая возможность он ее использует. И в этом его секрет. Вот совсем недавно, совсем недавно я сделал предложение приехать на спецтренинг своим людям. Своим партнерам. Специальный тренинг, на который, чтобы попасть, нужно подтвердить свое обучение. И прислать 100 долларов. Я поставил срок до какого-то дня. Абсолютное большинство в последний день, в последний час с опозданием подтверждает свое участие. Самый первый, знаете кто? В первый час после того, когда было объявлено, самым первым записался и оплатил свое участие, подтвердив, что он прибудет вовремя. Это был вот этот самый роман. Он использует эти возможности. Он их не утрачивает. Он делает дело быстро, сразу. Потому что он нацелен на результат. Потому что он бедом Богом. Который дает силу приобретать богатого. Итак, подвожу итог. Наш бизнес самый лучший. Здесь можно стать богатым человеком легко и быстро. Но нужно заплатить цену. Нужно так двигаться, чтобы любая возможность быстро-быстро-быстро-быстро приближала к тебе к цели. Ты должен пробовать. Ты должен ошибаться. Ты должен терять, утрачивать какие-то иллюзии. Ты должен пробовать. Ты должен быть осмеем. Ты должен подвергнуться к страктизму. Кто-то в тебя не верит. Кто-то не идет. Но ты продолжаешь, продолжаешь, продолжаешь. Первый звонок не сработал, второй не сработал, третий не сработал. А пятнадцатый звонок как раз это тот человек, который сделает тебя богатым. Я желаю вам успехов. Подумайте на это.